Друзья, я тут наткнулся случайно на Юрия Берга, который постоянно мне какие-то апдейты делает, что там на рынке происходит, говорит, что что-то все плохо с машинами, так улетает. Ну вот не хватает машин в БРе и приходится покупать в Лос-Анджелесе. Ну вот пошли смотреть, это ваш тракт там. Ну вот две машины я купил на аукционе онлайн. А это не обычное что-то? То есть обычно вы локально берете? Да, обычно я локально беру, но вот, к сожалению, мало машин здесь, и поэтому приходится покупать в Лос-Анджелесе. Я тут прочитал статью недавно, что машина там, которой пару лет возраста, так их еще некоторые умудряются продать, там дороже, чем покупали. Ой, когда, если покупали там три месяца назад, допустим, сейчас эта машина на 20% дороже. Хотя, казалось бы, исторически, если бы они купили и три месяца прошло, должна была бы быть сильно дешевле. Да, согласен. Так, и где ваши машины? Ну вот эти две машины, которые пришли, очень популярная Хунда Елантра. Это справа. С 19-го года. А, слева. А это, осторожно, машина. Да. А это вот черная, называется Тайсон. А чего они на них пишут? Как-то прямо какие-то надписи на машине, смотри. Я вам расскажу. Допустим, какой-то маленький, маленький дент, видите, они должны написать. Вот здесь маленькая, скол, или, допустим... А чем они пишут-то? А, это стирается. Это вода стирается. Я понял, понял. Хорошо. Сейчас, секунду. То есть, вот эти все штучки, это произошло... В каком месте ставят эти штучки? Они делают так называемый condition report. А они кто? Это third-party company, которая делает condition report. То есть, independence, как бы, контрактор, который делает condition report всех машин, которые там на аукционе есть. Так. Это перед аукционом? Это вот когда машина пришла на аукцион, они делают этот condition report. Вот там, допустим, вот здесь вот немножко, допустим, видите, лак сходит. Да, да. Они пишут там RPR, это их какие-то аббревиэйшнс. Или там вот, допустим, на этой машине немножко естественные диски, видите, небольшие. Они должны все царапины проверить. Ну хорошо, смысл этого в том, что когда ты берешь машину, ты видишь, где проблемы. Да. И во что тебе встанет там их путинку. Когда я ее покупаю, я вижу этот condition report и уже сам должен соображать, покупать мне ее или нет. И какая ее цена, допустим. А кто платит за пересылку? Я плачу. По чем пересылать машину? То есть стоит примерно в среднем где-то от 350 до 400 долларов за машину. Я просто помню, что когда я покупал на дилершипе новую, они мне, вот Мерседес я покупал, я говорю, мне красный вот такой-такой. Они говорят, красный у нас только в Айобе. Мы говорят, тебе пригоним. Но они мне не сказали, что они... Они не включили перевозку. Нет, нет. Но это включалось в цену машины, значит. То есть, грубо говоря, это уже забито как бы. Это забито уже точно, 100%. Понял. Понял. Так что так. Ну что же, а в Лос-Анджелесе, значит, есть машины? В Лос-Анджелесе больше машин и дешевле. А, там просто... В Ирик все-таки дорогое место. Да, там просто народ ездит на более дешевых машинах. Ну, как бы, не на более дешевых. Просто цена зависит даже на аукционе ниже, чем в БРе. Потому что здесь все-таки люди больше зарабатывают и готовы больше платить. А вот с точки зрения того, что есть места в стране, где дороги солью посыпают зимой. Или уже такого не делают? Есть такое. Но это такие штаты, где мороз. Ну вот, я слышал, что люди там откуда-нибудь из северных штатов прямо приезжают, там закупаются и гонят вот такой полный тракт там. И потом перепродают. Они очень любят калифорнийские машины, потому что они без соли. Да. Не видели соль. И поэтому там они дороже, калифорнийская машина дороже, допустим, в Айове какой-нибудь, чем местная. Чем местная. Конечно. Ну что же, хорошо. Ладно. Значит, а вот сколько времени это проходит? Ну, в среднем. Я понимаю, что это все очень осредненно. Да. Вот вы взяли машину, вот она пришла. В среднем. Через какое время машина уйдет от вас? Ну, летом немножко больше времени нужно. Месяц, полтора, два, может быть. Летом? Да. Потому что на рот в отпуске. В принципе, ну, самое большое это месяц. Примерно месяц. То есть, как бы, оборотных средств так много не надо? Не то, что не лениркой торговать. Вот, допустим, вы же видели мой лад. Да. У меня 15 машин и мест. В среднем я продаю от 7 до 8 машин в месяц. То есть, практически 80%. То есть, не то, что 3 в неделю. Нет, нет, нет. Так не бывает. Это не пирожки. Да. Поэтому вот потихонечку так вот идет, бизнес идет. Хорошо, ладно. Спасибо. Всего доброго. Давайте. Субтитры подогнал «Симон»